Он долго извинялся, когда он назвал сумму. Мы тебе даем зарплату за твои старые заслуги, потому что у тебя американского вовсе нет. Честно говоря, когда он мне назвал сумму, я думал, ничего себе! Это гораздо выше того, о чем я вообще мог мечтать. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Наташа. Я очень рада вас видеть. Во-первых, я хочу вас поздравить. Спасибо. Уже теперь очно с работой в Соединенных Штатах. Насколько я понимаю, работа интересная, достойно оплачиваемая по вашей специальности. Уже три месяца вы работаете? Да, уже три месяца. У меня к вам несколько вопросов. Когда вы пришли к Power English Class, онлайн-курсы английского? Это было 2015, наверное. В каком состоянии у вас был английский на тот момент? Английский был на уровне, я мог стать, технические тексты, шаг вправо, шаг влево, был невозможен в принципе. То есть, если документацию я мог читать, то книжки, газеты, журналы я не понимал вообще. Соответственно, говорить я не мог, понимать на слух я не мог. Какие вы у нас тренинги прошли? Я прошел основной. Power English Class, так. Power English Class, первый, второй сезон. Я прошел английский для путешествий, я прошел английский для детей. Самый главный вы прошли вне конкуренции, английский для трудоустройства? Да, этот прошел. Искать работу я начал еще, когда я был в России. То есть, я активно выставлялся на порталах, где выставляют свое резюме. Соответственно, я получал звонки. Ну, единственное, первая моя ошибка была, что я сначала писал телефон российский, соответственно, пытались звонить на российский телефон, телефон, единица. Потом я завел на скайпе номер уже американский, и, соответственно, звонки пошли намного активнее. Походу я хотела бы вам задать вопросы, которые мне прислали наши студенты. Я им сказала, что мы сегодня с вами будем встречаться. Так вот, вы прошли у нас, ну, в общем, все основные тренинги, я бы сказала. Когда вы почувствовали первые результаты? И в чем они заключались? Первые результаты – это когда я понял, что я, в принципе, могу пройти интервью телефон. Может быть, я не понимал на все 100%, что говорят, но, по крайней мере, я понимал общий смысл, и собеседник понимал меня. То есть, контакт уже устанавливался, соответственно, дальше уже было намного проще. Но вы можете прикинуть, сколько времени прошло с момента, когда вы пришли в класс? Ну, это было, наверное, реально где-то вот через год я уже мог более-менее походить интервью. Вы еще все время связывались по скайпу, вам же все время звонили, причем, я помню, вы мне прислали образцы, и они были, надо сказать, не самого лучшего качества. Во-первых, связь была плохая. Во-вторых, это были люди, говорящие с сильнейшим акцентом. Масса рекрутеров из Индии. Ну, это да. И вам спасибо, вы дали нам эти образцы, и мы ими пользовались в тренинге тоже, вне конкуренции, чтобы людей подготовить к самым разным манерам речи, акцентам, потому что на английском говорят в самых разных странах. И в Америке, в частности, и в Англии люди приехали со всего мира, они продолжают так же говорить, так что это совсем нелегко. Что вам пригодилось? Меня, знаете, спрашивают, у меня целая куча вопросов по интервью. Скажите мне, пожалуйста, насколько я помню, вы очень легко и быстро получили первую работу. Это да. Зачем вы это объясняете? У меня есть свое объяснение на этот счет. Мне интересно услышать ваше. Ну, первое. Ну, а что скромничать? Я не понимаю. Тренинги очень помогли, потому что, по большому счету, без английского здесь никуда вообще. Вы у меня были прилежным учеником? Ну, я был не очень прилежным учеником, скажем так, не то, что я вот обязательно выполнял все задания. То есть я старался их выполнять. То есть единственное, что, может быть, я делал сверх нормы, это я очень любил слушать аудиокниги. И плюс я их старался повторять завтра. То есть я шел на работу. У меня до работы было полчаса пешком идти. Соответственно, полчаса на работу, полчаса с работы. Еще иногда я на обед ходил. Это еще два раза по полчаса. То есть два часа в пути пешком. За это время, соответственно, я мог прослушать достаточно большой объем. То есть я шел. И повторяли. Да, тихонько бормотал себе под нос. В интернете полно материалов. Основная проблема, они все достаточно хаотичны и не структуализированы. То есть без учителя, который понимает, что надо сделать, как и в каком порядке, здесь очень сложно. То есть это можно пойти на YouTube и захлебнуться в море информации. Они не очень привязаны к жизни. Во-первых, мне в вашем классе понравилось, что она грамматика уже где-то встроена. То есть здесь первое, что мне понравилось в вашем классе, это вот именно подход, что мы учим фразами, мы просто не зазубриваем их, а мы их повторяем один, два, три раза, и потом они в нужный момент сами вылетают. Действительно, они сами потом в нужный момент вылетают. Они в контексте, который вам интересен, важен и нужен в жизни. И второе, что я практически еще не видел ни в одном курсе, у вас английский, кроме того, что вот фразы, вы еще рассказываете, где они могут пригодиться. То есть, что человек встретит, когда он придет в банк. Потому что человек, никогда не бывавший в американском банке, он даже не представляет, что это, куда это, кому пойти, что ему могут спросить и так далее. То есть, вот именно вот та подача жизнью, она очень ценна для тех, кто никогда не был в Соединенных Штатах. Или даже, знаете, даже был и даже живет здесь, но он от всего отстранен, потому что никогда не окунался в саму реальность. Я не знаю, как это делают американцы. Он может здесь и 20 лет прожить, но если он живет вот обособленно в русскоязычном общении, обходится как-то. В Америку не ходил. Да, вот как вы сказали, в Америку не ходил. Вы очень удачно, быстро, на мой взгляд, очень успешно устроились на работу по специальности. Ну, у меня специальность такая достаточно востребованная здесь. Ваша специальность действительно по-настоящему здесь востребована. Если можно, в общих чертах назовите вашу специальность. Программист. Окей. Программисты есть разные, то есть это вообще очень широкое поле, правда? Ну, и здесь очень широкое поле для занятия программированием. То есть тут нужны специалисты, действительно нужны. Да, но при этом они должны быть хорошие специалисты. Ну, соответственно, да. Никто не хочет, чтобы взять человека, его научить, а он еще потом куда-то уйдет. Всем нужно, чтобы взял, и он с первого дня уже начал, ну, может быть, не с первого дня, но две недели он входит в курс дел, и потом он уже может давать результат. Да. Вы знаете, помните, у нас была такая фраза для интервью, I can hit the ground running. Да, я могу моментально с первого момента начать, то есть с места в карьер. Мне ничего не стоит начать, да. Все хотят готовых специалистов, конечно. Второе, что способствовало вашему успеху? Да я даже не могу сказать. Я, в общем, каким-то чудом. Андрей, не правда это все, не бывает никаких чудес. Я за вами слежу с первого дня, как вы пришли в класс. Значит, давайте называть вещи своими именами. Вы очень целеустремленный человек. Вы все свои слова подкрепляете делами. Так? Ну, стараюсь, да. Вы слов на ветер не бросаете. Если вы что-то говорите, вы делаете. Вот это вот ценнейшее качество, которое надо у себя вырабатывать. Окей. Третье. Что обеспечило вам успешное прохождение интервью? Ну, вообще, понимание, хотя бы приблизительно, как вся эта система работает. Потому что, не понимая, как работает система, не понимая, что от тебя ждут на интервью, и на самом деле, не пройдя десяток, другой, третий интервью, невозможно так вот. Пришел, вот я такой хороший, возьмите меня. Потому что человек не понимает, что ждет работодатель, что ему надо сказать, что ему говорить не надо. Чем помог наш тренинг вне конкуренции? Тренинг для английских, делал английский для трудоустройства. Тренинг как раз дал понимание, что, первое, что ждут работодатели от соискателей. То есть, как проходит с их точки зрения этот процесс. Это первое. Дальше тренинг дал понимание, что говорить, как говорить. Потому что, мало быть хорошим специалистом, надо еще уметь себя подать. Правильно, да. Вы же помните наш процесс в тренинге, да? Он был разбит на буквально шаги. Вот ваш первый шаг, ваш второй шаг, вот такая заготовка, заготовка на этот случай, вам обязательно вот это скажут, вас обязательно вот это спросят, вот какие будут этапы интервью, да? Я даю это для разных специальностей. Многими заготовками я очень пользовался в переписке. То есть, заготовки писем, заготовки ответов, этим я очень активно пользовался. Чтобы мои студенты понимали, о чем мы говорим, Андрей прошел массу предварительных интервью, которые были по телефону или по скайпу, правильно? Да. А вот живых интервью у вас было-то совсем немного, вы же фактически со второго что ли интервью вы нашли работу? Живое интервью, да, со второго. Ну, скажем так, у меня было два живых интервью, и на каждом мне предложили работу. То есть, два всего лишь живых интервью, и оба закончились предложением работы. Да. Я помню, как вы звонили, советовали оставаться на месте или переезжать в другой город. Не жалеете, что вы переехали в другой город в Америке? Нет. Я думаю, что это было правильное решение с вашей стороны. Значит, оба интервью закончились предложением работы. Что из наших заготовок реально вы использовали, если вы помните, на этих интервью? Что пригодилось реально? Ну, стандартный вопрос расскажи о себе. Это стандартный вопрос, с которым начинают любое интервью, просто чтобы как-то начать. Легче было, когда это уже готово? Естественно, легче, когда уже в голове это сложно, потому что на самом деле, даже если не на английском, и на русском, если человек зададут вопрос «расскажи о себе», я думаю, растеряется. Мало кто сможет рассказать о себе коротко в двух-трех предложениях, так что поняли, что человек действительно специалист в своей области. Да. Потому что часто люди не понимают вообще этот вопрос. И они говорят совсем не о том, что интересует работа дателя. И вы правы, это вопрос, который открывает интервью, пока вы начинаете что-то о себе говорить, они соображают, что вас можно спросить. И они смотрят на вас, как вы себя преподносите и что вы умеете. общее понимание шагов интервью. То есть, первое, расскажи о себе. Второе, это тебе задают какие-то вопросы технические или по специальности, или перед собой они держат твое резюме, задают вопросы какие-то по резюме, а вот что вот здесь ты делал, а вот что вот это такое. но это все уже никто не знает, какие вопросы зададут, то есть, это решается как-то уже на ходу заявления. Ну, безусловно, это определяет контекст беседы, но какой бы вопрос вам не задали, если у вас есть уже готовые определенные ответы, вы знаете, как об этом по-английски говорить, вы всегда это можете повернуть и вставить и вообще знать, как об этом говорят, а как вообще говорить о своем опыте, да? Да, естественно. Помните, я всегда предостерегала, что надо сделать так, чтобы собеседование не превратилось в допрос. Ну, да, я старался периодически задавать вопросы, а вот как у вас, а вот что вы делаете, а вот расскажите про это, а вот расскажите про то. Я очень много, я много слушал, как другие люди проходили интервью, и, по-моему, Тимур Таджединов рассказывал, как он получил свою рабочую визу, когда он приехал сюда, по-моему, просто по обмену в туристической какой-то визе. Он говорит, я старался задавать вопросы. Человеку, с которым я разговаривал, это так понравилось, столько много рассказал о своей работе, и в конце сказал, а давай я сделаю тебе визу, ты мне понравился. То есть, Тимур говорит, я не столько я рассказывал о том, что я умею, сколько в основном все интервью он рассказывал о своей работе, и потом ему, наверное, понравилось, что его внимательно слушали. что к нему проявили интерес, ведь большинство людей не знают, как проходить интервью, и они превращают это в допрос, когда они сидят и однозначно отвечают проводящему собеседование, и в свою очередь ничего не задают, и складывается впечатление, что это допрос, вот вы меня спросили, я ответил, вы меня спросили, я ответил, молчание, следующий ваш вопрос, да, то есть, нет диалога, ведь собеседование это диалог двух заинтересованных сторон, каждый из которых пытается для себя определить, подходит мне это или нет, вы точно так же выбираете, люди забывают об этом, им кажется, что они в такой отчаянной ситуации, что у них выбора нет, дайте мне что угодно, на самом деле выбор есть, особенно если вы хороший специалист, а вот даже вот такие вещи, когда вы только пришли, ну вот прежде чем вас просили рассказать о себе, вот вы уже настолько к этому привыкли, что вы, наверное, даже не обратились внимания, ну вот вы открыли дверь, сначала, наверное, увидели секретаря, ну да, надо объяснить, что вот я пришел, меня пригласили, да, потом вы вошли, вам задали какие-то общие вопросы, вопросы вежливости, помните? ну может быть, я, я так детали уже не помню, у меня больше уже основная часть запомнилась, производит впечатление абсолютно все, и как человек вошел, и как он представился, и как он ответил на вопросы вежливости, типа того, как вы нас нашли, там, как вы добрались и прочее, как быстро вам предложили работу, сколько вам пришлось пройти интервью, ну вы не типичный случай, я знаю, тем не менее. Та работа, на которой я работаю, я офер получил буквально в тот же день. В тот же день? Я приехал туда где-то в 11 часам, со мной беседовали по очереди несколько человек, ну, сотрудники, в общем-то, того отдела, в который я должен был пойти работать. они беседовали, задавали какие-то технические вопросы, где-то я у них спрашивал, то есть, я отвечал, там, решал, ну, там, задачи по программированию, это чисто специфика. То есть, после, я не помню, 4 или 5 было таких вот по, где-то минут по 40, там, по 50 на каждого. То есть, 4, наверное, было 2 до обеда, потом они предложили мне пройти перекусить. Они меня привели на кухню, сказали, чувствуй себя как дома, не стесняйся, бери все, что видишь. То есть, я, 2 интервью было до обеда, 2 интервью было после, после этого. Потом менеджер, который руководил всем этим отделом, он подошел уже ко мне и сказал, что мои сотрудники побеседовали, они остались довольны, они говорят, что ты хороший специалист, вот, давай я тебе расскажу еще раз о компании, ты подумаешь, если тебе нравится это место, то я тебе вот прямо сейчас могу дать оффер. То есть, он мне еще долго рассказывал о компании, о своем видении, как компания должна развиваться, то есть, на самом деле много интересного было, что он рассказывал. И в конце он говорит, вот, если ты готов, если тебе нравится все это, вот, я тебе предлагаю работу, можешь начинать с понедельника. Примерно так, я ему сказал, я рад с понедельника, но мне надо еще хотя бы недельку, чтобы переехать, потому что я живу не совсем рядом. И он сказал, ну, хорошо, я тебе даю неделю, переезжать. Да, и все это было на английском языке. Ну, естественно. Мне очень нравится смотреть на своих студентов, которые сначала вообще говорят, что я не понимаю, ну, вот, вот как это, вот почему вот так, а как это, а я ничего на слух не понимаю, я вот 20 раз повторила, а я не запомнил, а потом через какое-то время говорят, ну, вот он сказал это, я ему ответил то, вот мы тут договорились, вот я ему говорю, мне еще надо там переехать, вот они со мной побеседовали, вот он рассказал много интересного, и забывают вообще даже упомянуть, что все это было на английском языке, между прочим, на секундочку, и было в Америке. Здесь команда очень интернациональная, то есть мы как-то ездили здесь с компанией, выезд был в ресторан, и мы, мы не специально не подбирались, мы сели просто вот на краю стола, и одна сотрудница говорит, ух ты, давайте, вот посмотрите, сколько нас здесь собралось из разных стран. Как он? Ну, практически, то есть был один американец, женщина была из Вьетнама, я был из России, из Японии был, сотрудник из Китая, из Индии, вот мы специально не подбирались, вот просто вот так вот случилось, мы сели, то есть команда наша, сотрудник, очень интернационально, очень много разных национальностей, те, которые работают здесь, в данном офисе, вот больше десятка однозначно есть, то есть они все здесь живут, работают, кто, кто по каким визам, но тем не менее, вот все собраны в одной компании, и общаются, естественно, между собой на английском, то есть вариантов английских акцентов тут очень много. Андрей, конечно, у нас не принято в Америке задавать такие вопросы, но поскольку нас смотрят с вами ваши соотечественники, вы можете хотя бы намекнуть, так сказать, уровень зарплаты, который вы получили. Опять же говорю, мы делаем оговорку только для них, потому что у нас это считается просто неприличным вопросом, люди не задают таких вопросов, но поскольку я знаю, всем интересно, дайте им хотя бы намек. Ну, зарплаты программистов более-менее нормальные начинаются от 100 тысяч в год. Начинаются от 100 тысяч, окей. Но это немножко неправильно считать, потому что если люди из России или откуда-то из постсоветского пространства, они привыкли, что зарплата это то, что им выдали на руки, это все их. То есть Америка система немножко другая, тебе говорят, сколько тебе будут платить, но учитывать, что часть из этого, из этой зарплаты уйдет в налоги. У нас налоги и налоги немалые. Налог штата, налог федеральный, на соцобеспечение, это то, что те отчисления, которые идут на вашу пенсию, но к этому же еще компания доплачивает очень здорово, да, с вашей зарплатой отчисления на пенсию, и компания такой же процент выплачивает, правильно, обычно пополам. Ну, это зависит от компании. От компании. Нормальные компании доводят это до 50%, поэтому человеку выгодно самому говорить, что окей, замечательно, отчисляйте до такой-то суммы, потому что я знаю, что они докладывают, да, потому что если мы заговорили о бенефетах, о, так сказать, всех льготах, которые получает человек, окей. Поскольку вы программист не начинающие, то, значит, люди должны делать сами выводы, что, в общем, вам сразу сделали хорошее предложение, в основном случае, скажем, достойное, и при этом есть еще очень много места для роста. Ну, да. То есть мне сказали, что мы тебе даем зарплату за твои старые заслуги, поэтому извини, что не очень много, он долго извинялся, когда он назвал сумму, говорит, понимаешь, это за твои старые заслуги, потому что у тебя американского опыта еще практически нет, но, говорит, если ты покажешь, что ты приносишь пользу, то есть ты делаешь действительно, то я рассмотрю без проблем вопрос о подъеме зарплаты еще. Хотя, честно говоря, когда он мне назвал сумму, я думал, ничего себе, да еще костюм, это гораздо выше того, о чем я вообще мог мечтать. Да, а он извиняться начал. А он извиняется, что извини, так мало. Да, за прошлые заслуги. У меня есть несколько вопросов от наших студентов. Мы сегодня как раз проходили в группе поддержки, изучающих английский самостоятельно, языковой решебник, сценарий для трудоустройства, продвижения по службе. И у нас была глава о рекомендациях, о том, как правильно заручиться поддержкой, получить рекомендации. И вот Светлана Ермолина спрашивает, а как же быть, если я вот только из России приехала, и у меня никаких рекомендаций нет. Нет у меня, мне не на кого сослаться. Но вот как мне быть? Значит, я ей дала свой ответ на это, но я упомянула, что сегодня я буду говорить с Андреем. Они все вас помнят, передают большой привет, кстати. и просили узнать у вас. Я говорю, хотите, а Андрея спрошу, как у него было? Понадобились, просил вы кто-то рекомендации или нет? Меня рекомендации, вот та компания, где я сейчас работаю, они ни рекомендаций, ничего не просили. То есть, они смотрели, то есть, они провели интервью, увидели, что человек соответствует уровню, который им необходим, и они приняли без рекомендаций, без всего. То есть, они посмотрели на резюме, посмотрели, что человек, скорее всего, честно написал в резюме, потому что действительно умеет. Ну да, потом, знаете, как честно написал в резюме, плюс подтвердил, вы же с ними говорили, вас попросили там, и по тем вопросам, которые вы задавали, по тому, как вы отвечали, по тому, какие-то там вам задачи дали по программированию. Да, то есть, сразу понятно, уровень чека виден. Ну, это компания. Другие компании, и многие компании, у них есть, так называемый, background check, то есть, проверяют, действительно ли ты тот, за кого себя выдаешь, нет ли за тобой каких-то проблем, то есть, в основном, это стандартная процедура для многих компаний, и вот ту другую, которую мне предлагали, они сразу прислали весь пакет документов, там необходимо было пройти тест на наркотики, то есть, там, либо по волосам, либо еще как-то, это за счет их, они оплачивают это, да, оплачивают, они тебе говорят, вот, приходишь туда-то, там возьмут тест, и просто проводят проверку твоего прошлого, то есть, плюс проверку, не было ли у тебя каких-то там криминальных проблем, еще какой-то, криминала за тобой не тянет, судимости, нарушение закона, по ссылкам, вполне может быть, проведут, но рекомендации, я не знаю, просто, это все зависит от специальности, если человек может показать, что он специалист, вряд ли кому-то нужны еще какие-то рекомендации. У разных компаний разные правила, но особенно, если это первая работа, и понятно и так, что человек только приехал, да, он здесь еще не работал, значит, либо что, ну, я могу привести какие-то там рекомендации со своей работы в России или Украине или еще где-то в своей стране, но что они вам дадут, да, так что, опять, все зависит от компании, зависит от человека, и часто человек, у вас как бы не совсем типичный случай, вас сразу взяли в приличную компанию на высокооплачиваемую работу, потому что, во-первых, очень нужны, востребованы, во-вторых, вас увидели. То есть, я бы сказала так, не надо ни с чего делать большую проблему, но на будущее надо иметь в виду, что вот будет у вас следующая работа, уже будет кому рекомендовать, ведь, правильно? То есть, всегда надо с людьми поддерживать добрые, хорошие отношения по возможности и знать, кто, где, когда может вас порекомендовать и помочь ему это сделать правильно. Тут, как правило, просят не рекомендацию, тут, как правило, просят кого-то, кто может подтвердить, что да, действительно, ты работал. Но, что это и есть, это и есть, то, что я называю рекомендацией, это references, то есть, человек, которому можно позвонить, у которого можно спросить, действительно ли он работал, в какие годы, как вы о нем можете отозваться как о сотруднике, какие обязанности он выполнял, над какими проектами вы с ним работали, и вот такие вещи. Мы это называем references, поручитель, человек-поручитель. И у нас, помните, есть глава в решебнике и в нашем тренинге был урок, как подготовить ваших поручителей, людей, с которыми вы, к которым вы обращаетесь, чтобы вас, за вас поручились или рекомендовали вас, как их надо подготовить, им помочь. Так что, какие документы им надо дать, какую записочку, там, допустим, название компании, откуда будут звонить, или в какие годы вы над каким проектом вместе с ними работали. Потому что они не помнят так это с головы. Какие у вас были обязанности? То есть это в ваших, в ваших интересах их подготовить, а потом еще их попросить. Если, будьте добры, вы не могли бы мне сообщить, звонили вам или нет. Да? Я так делал. У меня были знакомые здесь, которые уже достаточно давно жили в Штатах, то есть лет по 10. Я просто говорил, что вот, когда меня будут просить референс, могу ли я дать вас? Да. Если да, вот, пожалуйста, вот посмотрите мое резюме, чтобы вы понимали, что хотят спросить, чтобы сказали то, что написано в резюме. И, как правило, проблем не было. По-моему, им никто и никогда не звонил. Это просто на всякий случай стандартная процедура, если вдруг какие-то вопросы возникнут. Совершенно верно. То есть мы с вами говорим об одном и том же, я по-русски это называю рекомендующее лицо, да, и рекомендация, это не то, чтобы рекомендательное письмо пишется, хотя есть специальности, по которым профессия, например, в моей профессии, если это фрилансер человек, он у клиентов часто просит, я практически это никогда не делала, мне это не нужно было, но если особенный человек только начинает, вот он сделал какой-то проект, хорошо, им довольны, вот пока довольны, просите рекомендательное письмо. To whom it may concern. Не к какому-то конкретному чеку, так сказать, стандартное обращение к никому, да, To whom it may concern. Тому, кого это касается. Сейчас посмотрю, что еще Светлана спрашивала. Я заодно добавлю немножко. Если люди боятся, что здесь нет никого знакомых, кому могут там в Америке, я давал, у меня еще было пара друзей в России, я давал их телефон и с припиской человек не говорит по-английски. То есть, если очень хотят, то, пожалуйста, пускай найдут переводчик и позвонят спрашивают. Но, во всяком случае, что-то вы указали. А потом, помните, мы же говорили о том, что вот эти поручители или рекомендующие вас люди не обязательно знающие вас по работе. Это могут быть люди, которые знают вас и как с человеческой стороны, насколько вы ответственны, насколько вы исполнительны, насколько вы обязательны и прочее. Это могут быть самые разные люди. Поэтому это тоже, об этом тоже не надо забывать. Светлана целый список мне прислала. Как он искал работу? Начинал ли он поиск, живя в России, или искал работу уже после переезда в Америку? С какими подводными камнями пришлось столкнуться при поиске работы? Ну, давайте я здесь останавливаюсь. Начинал я с России, однозначно. Я там активно искал работу, но основная проблема была, что далеко не все готовы сделать рабочую визу. Скажем так, найти людей, которые готовы сделать рабочую визу, достаточно сложно в России. Здесь это несколько проще. Да, здесь это проще. В связи с этим она спрашивает, можете ли вы подсказать сайты по поиску работы? Сайты? Ну, основные сайты это... Monster? Monster и Dice. Но это чисто по... Все зависит от того, в какой области работает человек. Monster более-менее такого широкого профиля. Dice, это IT... А, о, я вспомнил третий. Киберкода. Но это чисто программистские. Это три основных сайта, на которых размещается резюме и есть работа. То есть программисты, электрончики. Поскольку я IT, я в основном выставлялся на таких сайтах. На самом деле, основная проблема это грамотно сделать резюме. Чем мы, кстати, тоже занимались в нашем тренинге. И я собираюсь сделать парочку видео. Одно по первому абзацу в резюме, который многие составляют неправильно, и после этого абзаца уже дальше никто не читает. А второй по использованию слов, которые не помогают, а вредят. Типа, знаком с этим, участвовал в этом. Проводил, помните, да? Да. Светлана спрашивает, с какими подводными камнями пришлось столкнуться при поиске работы? Тут все рифы, они на виду. Основной риф это получить или найти человека, который готов дать рабочую визу. То есть это основной риф большой и видимый. То есть если его пройти, то все остальное по сравнению с этим в общем-то уже... Да, да. Ну, а с точки зрения языка я добавлю, что надо просто уметь очень хорошо понимать на слух, надо уметь правильно выразить свои мысли и грамотно, и надо понимать, что можно говорить и что нужно говорить, и чего говорить нельзя, и как говорить. Да, это обязательно. Типа, он спрашивает, что больше всего и что меньше всего вам нравится в вашей работе сейчас в Америке? И есть ли какие-нибудь отличия в работе на американского работодателя от российского? Если работа интересная и устраивает, я так больших отличий не вижу, но все зависит от компании. То есть это невозможно говорить работа здесь, работа там. Работу можно сравнивать работа в такой-то компании, работа в такой-то компании, потому что сколько компаний, столько правил, столько систем и так далее. Я всегда говорю, что компанию делают люди. Это не зависит от того, где эта компания, потому что могут быть, как у меня мой менеджер сказал, что я не люблю смотреть, постоянно следить за человеком. А между прочим, в большинстве американских компаний никто этого не любит. То есть с другим я разговаривал, он, кстати, тоже приехал по рабочей визе, но он проработал год в Чикаго. Он говорит, у них с утра начальник устраивал построение, каждому рассказывал, что он должен сделать, к вечеру слушал отчет, что из этого сделано. То есть он говорит, это было как в армии. Утреннее построение, вечернее построение, вот и та, и та в Америке. Здесь такого нет. Здесь мне мой начальник сказал, что часть сотрудника вообще может работать из дома. Он говорит, мне в принципе без разницы, работаешь ты в офисе или работаешь ты дома до тех пор, пока ты работаешь, делаешь дело и делаешь то, что от тебя необходимо. То есть если ты делаешь, молодец, нет, значит такой сотрудник не нужен. То есть нужны сотрудники, которые выполняют работу, которую они должны выполнять. Да, и те, которые инициативны и умеют решать проблемы, и те, кто не нуждается в микроменеджмент. Да, вот это слово микроменеджмент я хотел сказать. Когда каждый шаг расставляют, и человек вот сделал этот шаг и сидит, ждет, когда ему дадут следующий. Я сама этого терпеть не могу. У нас с членами команды то же самое. Если я попросила что-то сделать, я говорю задачи вообще, а не так, что потом, а ты сделал, а видео открылось, а вот там вот плагин ты проверил, вот это вот микроменеджмент терпеть не могу. Я говорю так, вот это должно быть в порядке, и вот это должно быть сделано. А когда будет сделано, мне покажите. И человек знает, что делать. Если возникла проблема, он о ней первый говорит, он начинает решать, он начинает всех будоражить, что я не могу идти дальше, потому что надо вот это, вот это, вот это. А не так, что я сижу и жду, вот когда они это сделают, тогда я сделаю свою часть. Вот это как бы, то есть человек болеет за дело. А еще вы мне написали, работаю, работаю в собственное удовольствие. Мне интересно решать задачи, которые там ставятся. То есть я понимаю, кроме того, что я работаю на компанию, я понимаю, что решение этих задач, изучение тех тем, которые сейчас, оно мне поможет в будущем. То есть, как говорил один из, по-моему, Михаил Пахнов, что в Америке человек, кроме того, что работает на компанию, он работает на, как решение своих каких-то более дальнейших целей. То есть, человек должен понимать, что придя на эту работу, он получит такой-то или такой-то опыт. И как этот опыт, он сможет использовать или не сможет использовать в будущем. То есть, когда человек выбирает работу, он сразу смотрит. Сможет ли это повысить его уровень знаний, уровень умений? Если сможет, то, может быть, даже зарплата будет меньше, но люди идут на эту работу для того, чтобы потом, в дальнейшем получить рост и в зарплате, и в работе, и получить какую-то более интересную работу, более творческую, ну, зависит от человека. То есть, здесь я получаю опыт, я получаю знания, и плюс я приношу пользу компании, тем, что я делаю. На перспективу, в смысле востребованности того опыта, который вы здесь получите, как вы считаете, удачная работа? Я думаю, что да. У меня вот эти слова последние, просто работаешь в свое удовольствие, очень порадовали. Я сразу поняла, что работа нравится. Ну, работа и должна нравиться. Ну, конечно, а как же, представляете, мы же, мы большую часть жизни занимаемся работой, как же можно заниматься нелюбимым делом? Вот мы тут с вами мыслим совершенно одинаково, хотя я не встречала людей, которые на вопрос, нравится ли тебе твоя работа, делали недоуменные такое выражение лица и говорили, я не понимаю, чему там нравится, это же работа. Как? Работа должна приносить удовольствие, иначе она превращается в кастрюлю. Тем более, что мы ею занимаемся большую часть нашей жизни, нашего дня. Конечно, должна нравиться. Хотите что-то нашим студентам передать, вашим однокурсникам? Работать, работать, еще раз работать. How can I get to Carnegie Hall? Practice, practice, practice. Как попасть в Carnegie Hall? Практиковаться, практиковаться и практиковаться. Именно так. Да. Ну, а тем, кто никак не соберется учить английский? Если человек не понимает, зачем ему это, то это никакая школа не поможет. То есть, я просто, я помню себя. Я написал письмо Лире, там как раз были скидки. Я готов, я просто жду банковскую карточку, чтобы заплатить. То есть, у меня был такой подход, что я хочу, мне это надо. Это люди, которые к нам приходят и, самое главное, остаются у нас, они все такие, они все понимают. И с такими людьми работать приятно. Я тоже так рассуждаю. Ну, что я буду человеку объяснять, для чего это ему надо? Если ко мне приходите тогда, когда вы уже понимаете, что вам надо, тогда мы вам поможем. А если вы не очень понимаете, ну, тогда, наверное, вам не надо. а почему к нам? Я послушал, какие школы, то есть, в основном, в большинстве случаев, это выучим слова, выучим грамматику, а у вас... И будем говорить. Да, и ты заговоришь. Вот выучишь все правила грамматики, автоматически заговоришь. У вас был принцип мы учим общаться, мы учим разговаривать, мы учим фразами и мы учим просто вот... Мы не учим, почему это говорится именно так. Мы учим просто говорить. То есть, вот как вот дети учатся, я вот сейчас смотрю, я хочу, чтобы у меня дети сохранили русский язык, я заказал учебники русского языка, я их открыл, я в ужасе шел. Как я это могу? Как я это знаю? Как я это все учил? То есть, я вспомнил школу, мне стало грустно, страшно, потому что, действительно, очень сложный язык, очень много разного. Но, тем не менее, дети, не зная этих правил, замечательно о нем говорят и не испытывают никаких проблем. Так же с английским. Конечно. Дело не в... Знаете, есть знание самого языка, вот то, чем мы занимаемся, и сведения о языке. Поэтому вот большинство школ дают сведения о языке, но никак не сам язык. И уж тем более не культуру общения, не культуру страны, не менталитет носителя английского языка в западном мире. То есть, вот это, конечно, очень-очень отстает. И я думаю, что нигде никто не объясняет, как вашу мысль правильно оформить на английском языке. Вот то, что мы делаем в классе. Человек написал нам что-то. Да, вот это вообще я нигде не встречал. И я думаю, чем больше вы живете и работаете здесь, тем больше вы будете на это обращать внимание, что вот надо же, вот как это сказано все-таки по-английски. А мы именно, именно этим мы занимаемся, не переводом с русского языка, не подстановкой слов на русскую мысль. Не работает это. Не говоря уже о том, просто навыки коммуникации, искусство, я бы сказала, коммуникации. Ведь самое главное человека сделать своим союзником, уметь его убедить, уметь аргументировать какие-то свои предложения или высказывания, или просьбу, уметь наладить контакт с людьми. Это все выражается в языке. Андрей, вам большое спасибо, что вы ответили на вопросы наших студентов. Спасибо, Андрей. Я вам желаю, чтобы у вас и дальше все так же здорово получалось, чтобы вы росли и профессионально, и чтобы у всех в вашем замечательном совершенно семействе... Давайте я их вставлю. Когда у папы будет отпуск? Не знаю, я только начал работать. Надо хотя бы полгода. Ну где-нибудь через полгода. Ну вот выберите хорошее время. Приезжайте к нам в Диснейленд, и мы с вами повидаемся. Всем маме большой привет, всем успехов, спасибо. Андрей, еще раз вас поздравляю. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok